Итак, обязанности отца в семье. Первая обязанность это быть главой дома, семейным управляющим. И он должен управлять домом и держать под контролем своих детей. Хорошо управляющим домом своим, написано в первом послании к Тимофею, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ученые пока еще не придумали такого пульта дистанционного управления, чтобы так вот нажал кнопочку, дети в школу пошли. Нажал другую кнопочку, они посуду муют. Нажал третью кнопочку, сели уроки учить. И вряд ли придумают, потому что это невозможно. Не сделаешь этого. И поэтому, чтобы управлять своим домом, нужно в доме находиться. Ну еще такая аналогия, ведь гораздо легче попасть в цель. Чем ближе ты к цели, тем легче в нее попасть. Одно дело, когда ты прям в упор подошел и в десятку стреляешь. А другое дело, когда ты отошел там на 100 метров и попробуй в нее попади. Поэтому чем ближе ты к своей семье, тем легче своих детей привести к той цели, которую ты наметил для них. Что вы знаете о нуждах своих детей? Что они сейчас переживают? С кем поссорились? С кем они там дружат? Какие проблемы сейчас решают? Какие у них задачи стоят в школе? Как у них отношения с учителями складываются? Это все задачи отца. Это не мать решает все эти проблемы, а именно отец. Какое давление они сейчас противостоят в школе? Потому что очень сложно сейчас в школе детям нашим. Потому что там учат совсем другому, не то, чему мы хотим, чтобы наши дети учились. Конечно, для этого нужна очень серьезная мудрость. Для этого нужна, наверное, мудрость от Бога. Поэтому связь между поколениями, связь наша с Богом, она не должна прерываться. То есть Бог через отцов действует на следующие поколения. И наследие мое приятно для меня. Если отцы могут воспитывать детей. Если дети уже выросли и стали большими, и невозможно так вот просто с ними поговорить, невозможно с ними каждый вечер уделить время друг для друга. Может быть, стоит написать им письмо. О чем я могу сейчас за вас молиться? Какие сейчас проблемы переживаете? Может быть, какой-то совет нужен? Но вот дети должны чувствовать и знать, что их связь с отцами, она не прерывается. И всегда есть тот человек, который поможет им советом, поддержит в тяжелую минуту. Это мужчина мой папа. Потому что папа, он остается папой и через 10 лет, и через 20, и через 30, и через 50. И когда наши дети станут дедушками, у них появятся внуки, мы все равно останемся их отцами. И мы должны вот эту связь постоянно поддерживать. И отец управляет своим домом, является главой, опираясь на силу Божью. Непрестанно молитесь, постоянно. Что бы ни происходило, случилась какая-то проблема, не нужно ждать вечера, чтобы помолиться. А прям тут же сейчас, Господи, я не знаю, как эту проблему решить. Помоги мне разобраться с моим ребенком. Помоги мне его с мудростью наставить на путь, что он совершил сейчас. Вот эта связь наша с Богом не должна прерваться. Не нужно бояться Богу доверять наши трудности. Не нужно бояться в присутствии детей молиться Богу. Это им покажет, что Бог, Отец Небесный, Он не только какой-то вот там святой, великий и недосягаемый. И нужно специально уделять время. А Бог, Он рядом. И если возникает проблема, Отец обращается к Нему всегда. И это может сделать и ребенок. Вторая обязанность Отца – это быть пастором и служителем семьи. И Отец управляет своим стадом. В притчах написано «Слушайте, дети, наставления Отца. Внимайте, чтобы научиться разуму. Слушай, Сын Мой, и прими слова Мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости. Веду тебя по стезям прямым». Для сына Отец – это поддержка, забота, защита. И Отец должен сказать своему сыну «Когда-то наступит время, ты вырастешь. Станешь таким же сильным, таким же мудрым, таким же главой семьи, как я. Но сейчас, пока ты живешь со мной, пока ты еще недостаточно так взрослый, ты в любой момент можешь прийти ко мне. В любой момент ты можешь получить у меня поддержку, защиту. В любой момент ты можешь ко мне обратиться с вопросом. Потому что сейчас я тот самый мужчина, который обеспечивает тебе вот эту вот защиту, поддержку и мудрость. Будет время, когда ты сам будешь таким. Но сейчас таким мужчиной в этой семье такой поддержкой являюсь я. И однажды я видел такую рекламу. Ну, это не реклама, это показывали по телевидению. Но, наверное, это какой-то был рекламный трюк. Показывают два президента, там, Соединенных Штатов Америки, какой-то приехал к нему в гости. Они сидят там, в каком-то овальном кабинете. Их окружают телохранители, переводчики, репортеры, корреспонденты. И они о чем-то друг с другом беседуют. Ну, какие-то там проблемы решают на уровне государства, вот глав государства. И в этот момент показывают какой-то мальчик, начинает локтями пробираться через этих корреспондентов, расталкивает всех этих переводчиков, залазит на колени к этому президенту Америки. Что-то ему говорит на ушко, тот ему отвечает, тот, ага, все, и убегает обратно. Ну, и президент Америки обращается к другому президенту, говорит, извините, пожалуйста, это был мой сын, ему нужно было срочно вопрос решить, очень важный в его жизни. Давайте не обращайте внимания, продолжим наши переговоры. И начали опять говорить о каких-то своих делах там государственных. И вот я подумал, наверняка это был какой-то там пиаровский ход, чтобы показать, смотрите, какой наш президент, дела семьи для него важнее. Но насколько мудрый это был ход? Вот, представляете, даже дела целого государства – ничто по сравнению с воспитанием детей. Все можно отложить, потому что это будущее. Для дочери отец должен сказать, ты вырастешь, станешь прекрасной девушкой, выйдешь замуж, и тогда другой мужчина будет о тебе заботиться. Но сейчас, пока ты живешь в моем доме, я твоя защита и поддержка. Я тот человек, тот мужчина, который обеспечивает тебе защиту. Вот я однажды прочитал такой, ну, очень мудрый совет, и стал ему следовать. И мне он очень понравился, потому что он действительно работает. Там один психолог писал, что очень важно уделять время каждому ребенку в отдельности. Я подумал, как это можно сделать? И я стал назначать свидание своим дочерям. В понедельник у меня было свидание с младшей дочерью, потому что ей было меньше уроков учить на вторник. В среду я назначал свидание старшей дочери. Ну, ей было на четверг меньше учитывать уроков, музыкалки не было. И вот это время, там, с 7 до 9, это было время, посвященное только вот ей одной. Мы там ходили по набережной, могли пойти в парк, там. Если есть деньги, покупал там пепси-колу, орешки или еще что-то. Денег нет, ну, просто гуляли. Погода была плохая, мы могли просто в своей комнате вот закрыться у нее в комнате. И никто не имел права в это время войти к нам. Никто не мог отвлекаться. В машине сидели? В машине могли просто сидеть там, куда-то уехать. И вот сидеть в машине. Она нам иногда чай готовила, бурты-броды, потому что я же с работы шел на эти свидания. В самом начале, пока они еще были маленькие дочери, к ним особо к этим встречам готовиться не надо было. У них спросишь там, ну, как у тебя дела там, как в школе, какие оценки, с кем дружишь, какие проблемы решаешь. Все выкладывают. Но по мере того, как они росли, к этим встречам уже нужно было готовиться, уже было сложно. Во-первых, у них появлялись свои там какие-то секреты, какие-то там мальчики, о которых они планы строили. А кто может им помочь построить правильное отношение с теми же самыми мальчиками, если папа этим не занимается? И нужно было начинать разговор. А вот я помню, там ты с твоей подружкой поссорилась, как у тебя отношения, вот мы с тобой говорили об этом, об этом, ну что там, сработало, не сработало. И вот начинаешь их выводить. Конечно, если бы этого времени не было, они бы, конечно, мне не доверяли. Вот так просто сесть и сказать, ну, давай, рассказывай, что там у тебя. Я говорю, да ладно, папа, ну, остынь. Все нормально. Но вот в это время, я так говорил, это время, которое работает на мое будущее. Потому что в будущем вот эти люди станут у руля государства, возвышенно говоря, да, это люди, которые будут жить следующие поколения. И это время никто и ничто не могло оторвать от нашей семьи. Мне предлагали там и колымы всевозможные, и там наряды давали, я менялся для того, чтобы вот это время всегда было святое. Святое время для моей семьи. Сначала, конечно, ну, бывает какие-то там, в командировку пошлют и приходится пропускать. И тогда я говорил дочери там, давай мы с тобой перенесем на другой день. Но свидание все равно состоится. Если на этой неделе не получилось, значит, на следующей будет их два. То есть мои дочери знали, вот это время, когда они могут рассказать папе все, что угодно, все, что они хотят. Потом стало сложнее, потому что они уже просили меня, пап, ну давай перенесем, у нас там сегодня спевка, или там у нас сегодня, там мы решили с ребятами сделать то-то, то-то. Я говорю, дочерь, вы помните, что это святое время? Да, пап, все, мы давай его перенесем. Просто очень там интересно и будет увлекательно. Ну давай перенесем. Но это обязательно должно состояться. Именно в это время я закладывал им вот их цели. О чем сегодня с ними поговорить? Какие ценности обсудить? Может, стоит их даже записать? Вот если вы собираетесь то же самое применить, записывайте. Вот об этом сегодня поговорите, об этом поговорить. Это очень важно. Ведь нашим детям не важны наши звания, наши титулы, какие-то там достижения. Для них важно, чтобы папа был рядом. Конечно, нужно все им давать во время этого в соответствии с их возрастом. Если, например, я бы им в три года стал объяснять, откуда появляются дети, и как это происходит с закрытыми дверями спальни, они бы мало что поняли. Но подготовить к школе я их должен был. И рассказать, откуда появляются дети. Потому что, если я бы им сказал, что у детей приносят аисты или находят их в капусте, а они пришли в школу, в школу, с таким пониманием, там бы они услышали совершенно другое. И причем совсем иначе, чем я хотел бы, чтобы они об этом узнали. То есть, именно отец вкладывает то, что детям необходимо. Моделировать ситуацию. Во время этих встреч наших я всевозможные ситуации моделировал. Ты возвращаешь из школы домой, открываешь дверь, и видишь, мама лежит в обороке. Ну, что-то там, может, утечка газа, или с сердцем что-то плохо стало, ну, неважно. Вот она лежит. Как поступишь ты? Хряпнешься рядом? Или побежишь в скорую к соседям вызывать? Давай мы с тобой пообсудим. Идешь ты из школы, останавливается рядом машина, открывается дверь. Девочка, садись, я тебе мультик покажу. Вот такой великолепный, а конфетки тебе возьми. Сядешь ты в машину или нет? У нее ответ, у дочери, должен быть готов заранее, до того, как эта машина остановилась. А не стоять и думать, так, а что бы сказал папа? А как бы он поступил? Она должна тебе это заранее. Конечно, все ситуации не смоделируешь. Но, тем не менее, такие общие критерии вкладывать надо в наших детей. Однажды я с дочерью так разговаривал. Говорю, ну вот, представь, ты выходишь из школы, и тут перед подъездом, значит, у крыльца этой школы останавливается шикарный джип, открывается дверь, и ты видишь, за рулем сидит там, ну, парень из 11 класса. Все девчонки от него просто умирают. Бегают там, а, вот он, он, это он, он. А он открывает дверь перед тобой и говорит, Настя, садись, я тебя домой отвезу. И у всех девчонок, у твоих подруг, через так класс на асфальт, и ты идешь по этому крыльцу спускаешься вниз. Ты сядешь к нему в машину или нет? Он говорит, а что тут такого? В чем проблема-то, папа? Сяду. Замечательно. Вы сели, едете там, сидят еще ребята, вы о чем-то разговариваете там, анекдоты, школьную жизнь обсуждаете. И вот тут один, значит, открывает коробочку, дает таблетку, себе под язык кладет, передает следующему, тот коробочку. И вот эта коробочка идет, идет, и доходит до тебя. И ты понимаешь, это наркотики. Там экстази или еще что-то, неважно. Но ты понимаешь, что это такое. Мы с тобой обсуждали наркотики. И ты знаешь, что бывает, когда ты начинаешь наркотики употреблять. Если ты сейчас эту таблетку не возьмешь, то ты больше никогда не сядешь в эту машину. Перед тобой она никогда не остановится, потому что ты будешь чужая для них. Итак, ты возьмешь таблетку или нет? У девчонок, у твоих подруг, больше никогда челюсть не отвиснет. И перед тобой эта дверь не откроется. Давай, принимай решение. Ты берешь эту таблетку или не берешь? Ты знаешь, пап, наверное, мне не стоило садиться в ту машину. Она даже так сказала. Пап, представляешь, если я от него отмахнусь, я скажу, а не сядь в тебя. Мне хочется еще дальше улететь. То есть вот такие вот ситуации проигрывать. Как поступить, когда начинают нам на улице приставать? Домогаться тебя. Ты девочка, ты не можешь себя защитить. А он там здоровый мужик. Как ты поступишь? И никого рядом нет. Хватай камень, хватай палку, все что угодно. Бей любую машину близко стоящую, кидай камень в окно, любую квартиру, любой дом. Я с машины рассчитаюсь. Стекла я ставлю. Ты должна себя защитить, что бы ни произошло. Это мои будут проблемы. Разбитая машина, разбитые стекла. Главное, привлеки к себе внимание. Моделировать ситуацию. Как ответить на сексуальное домогательство в школе, чтобы не обидеть мальчика, но в то же время показать свои личные убеждения. Вот мы там вопросы такие проигрывали, как ты что, хочешь быть белой вороной? Все уже этим занимаются. Как ему ответить, что это твои убеждения? Она такой вариант предложила. Ну, значит, тебе не будет проблем найти кого-то, раз все этим занимаются. А я не такая, как все. Ну, вот такие вопросы, ну, всевозможные могут быть. Если ты сейчас мне не дашь, я умру. У меня уже там сперма с ушей лезет. Что ты ему ответишь? Любовь достойный жертв. Да, любовь достойный жертв, сказала наша дочь. Ну, вариантов может быть много, но как ответить? Мне церковь не разрешает. Ну, тревизионный фанатизм. Это фанатизм, это не ответ. То есть, вот, именно отец управляет своим вот этим вот, своей паствой домашней, с мудростью. Помогает дочерям, помогает сыновьям. Какие-то моменты вот в жизни, навыки вот эти прививает, опыт необходимый. И второе, что он заботится о своем стадии, удовлетворяя его потребности. То есть, заботится о своей семье, зная, что происходит в семье. И для него это радость для отца. И вот есть такой 22-й псалом, совершенно замечательный. Представляете, Давид нам оставил великолепнейшие отношения ребенка и отца. Но он пишет о отношении себя и своего небесного отца. Но мы ведь можем спроектировать отношения нашего ребенка и нас, отцов. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях, водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет мне анестезией правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Умастил голову мою и леем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во всей жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Чувствуете, как течет? Какой размерность такая вот. Если папа рядом, то мне ничего не страшно. Вот может так сказать ребенок про своего отца. Вот я иду, когда рядом папой по улице, даже если ни один фонарь не горит, темнота на улице, и стоят дядьки бородатые с ружьем и пытаются на нас там атаковать. Папа рядом, мне ничего не страшно. Если ребенок ночью просыпается, кричит, приснился какой-то страшный сон, не страшно, папа рядом. Не мама, папа должен быть рядом. Это забота папина. Именно он должен этим заниматься. Вот мы этот псалом с детьми учили наизусть, когда приснится вам что-то. Зовите, кричите, мы прибежим. Вот этот псалом он так успокаивает великолепно. Перед сном мы его читали. Когда нашим дочерям исполнилось по 10 лет, старше 10, младше 9, мы начали, я лично начал молиться о том, чтобы о их будущих мужьях. Им было еще только по 10 лет. Ну, чтобы они не прошли мимо, не поторопились выскочить замуж, увидели именно того молодого человека, что если этот молодой человек еще не с Господом, чтобы он покаялся к этому моменту, когда они встретятся. Ну, вот такая была, ну, может быть, по-детски наивная молитва перед Богом. Но вот я решил молиться за их будущих мужей. И когда я сказал одному из служителей наших в церкви, говорю, ну, вот я вот так вот решил. Нормально это или ненормально? Он говорит, ты знаешь, ты опоздал примерно лет на 10. Надо было раньше начинать. И с другой стороны, подумайте, если сейчас вот моему сыну 4 года, пройдет лет 15, и я уже потеряю над ним свою власть, свой авторитет, свой контроль. Сейчас я еще могу-то чего-то заставить его делать, но по мере роста он будет уже сформироваться как личность, он уже будет сам принимать решения, и где-то будет не слушаться меня, где-то будут свои какие-то взгляды применять в жизни. Вот пройдет лет 15, и он станет взрослым человеком, и он уже будет сам строить свою жизнь. И что я хочу в него вложить за эти 15 лет? Сколько вложить истин в него? Ну, хорошо, ему 4 года. А если ребенку, например, уже 15 лет, сколько осталось времени? А если ему уже 18? А если ей уже 20? Все. И уже другой мужчина будет на дочь влиять. Вот наша Настя ушла, все. Она замужем, и уже другой мужчина оказывает на нее давление, оказывает ей, воспитывает ее, так сказать, и прививает какие-то ценности. Я могу совет дать, но слушать этого совета или нет, решают они, а не я. Заставляю их поступать так, как хочется мне. То есть, вот посмотрите, потому что забота и удовлетворение всех этих потребностей, которые есть у наших детей, это нужно делать прямо сейчас. Можно опоздать. Время летит очень быстро. Вот смотрите, давайте посмотрим на часы и засечем, как пройдут, ну, например, 5 секунд. Просто 5 секунд. Вот прошло 5 секунд, их уже не вернешь. Это время потрачено и зря. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. По каким ценностям будут жить наши дети, каким будет следующее поколение, какие друзья у наших детей? За это тоже отвечает отец. Потому что круг друзей в первую очередь формирует сначала отец, а потом уже дети себе выбирают. Нравится ему с этими ребятами играть или нет? Нравятся такие подруги твоей дочери или не нравятся? За это тоже вы отвечаете. Сформируйте нормальный круг друзей для ваших детей, чтобы было не просто какой-то там бандитский, распущенный или еще какой-то, а потом говорю, ну, общество такое, ну, у нас соседи такие, что поделаешь, не с кем больше играть. Есть возможность. И даже этих соседей, которые совершенно распущены, дети, и их можно организовать. Футбол во дворе, там, волейбол, баскетбол, любые там скалки, прыгалки, штандр, стоп и так далее, и так далее. Если вы, как отец, не организуете игру во дворе для своих детей, этого не сделает никто. То, что вы знаете истину, а окружающие люди, по большинству своем, далеки от этого. Хорошо, если вы живете в доме, который вот там наполнен христианами. Но это редко бывает, правда? Весь подъезд и весь христианский. Нет. Обычно одна семья живет и 9 этажей, которые в церкви даже не знают, ходят, может, на Пасху там или вообще ходят в мечеть или куда-нибудь там сидят и это, медицируют каждый вечер. Если родители, отец конкретно, не организует игру во дворе для детей, не начнет играть с друзьями вашего ребенка, этого не сделает никто. и ценности влияют на поступки детей. Вот я однажды прочитал такой рассказ, как отец пишет, он пишет, я не был алкоголиком, я не был пьяницей, но у нас была такая традиция, после работы я каждый вечер шел со смены и проходил мимо дома, надо было повернуть домой, а я шел прямо, потому что один квартал от нас находилась пивнушка. И мы там с друзьями пропускали кружечку, другую, но это там полчаса, минут сорок. Я не напивался, говорит, никогда, никогда не был пьяным, ну просто стресс снимался, вот эта усталость рабочая. И после этого шел домой. И вот, говорит, однажды, он пишет, уже была зима, я иду в эту пивнушку и вдруг слышу за собой какие-то такие неуверенные мелкие шажки. Он пишет, я оборачиваюсь и смотрю, идет мой пятилетний сынок и говорит, папа, ты представляешь, я иду за тобой и попадаю вслед вслед, ты делаешь шаг и я шаг, ты шаг и я шаг, и причем я наступаю прямо именно туда, куда и ты наступил, вот смотри, какой я уже большой, я могу идти за тобой вслед вслед. И он пишет, у меня было таких сразу две мысли, двояк и такое чувство, во-первых, здорово. Сын вырос, уже прям вот не семенит за мной, а идет, шагает. Какой уже большой сын. И вторая мысль, а куда он идет за мной? Вот куда я его сейчас веду? В пивнушку? И он пишет, это был последний день, когда я шел в пивнушку. После этого я сразу после работы шел домой. Ну, может быть, это такая примитивная история, но тем не менее она показывает, что действительно дети идут по стопам отца. Дети берут пример с отца. Хотим мы этого или не хотим? Нравится нам это или не нравится? Они будут строить свою жизнь вначале по модели отца. По той модели, которую отец закладывает в жизнь. Потом они могут понять проблемы, которые возникают на своем опыте убедиться, что это работает или не работает, и принять другое решение. Но если заложен негативный опыт, почему мы оказались два раза в реанимации, наша семья, по большому счету, я считаю, что это, конечно, это моя вина. Потому что моя семья, я глава семьи. Но отец не заложил мне, какая должна быть семья. И я строил свою семью так, как строил он. Я начинал там пить, я уходил в работу, и мне было все равно, что происходит дома. Отец меня так заложил, что ты, главное, заработай, а остальное, пускай, жена делает по дому. Это ее проблема. Гвоздь забивать, детей воспитывать, и так далее, и так далее. Конечно, это моя вина. Я не снимаюсь в себя. Но это в меня не было заложено. И прежде чем я это понял, наша семья два раза оказалась даже не то, что там в реанимации, а ее уже на кладбище несли. И Богу пришлось, ну, такие меры принимать, чтобы возродить ее. Если вы знаете истину, это еще не значит, что и живете по этой истине. Это еще не значит, что ваши дети будут знать эту истинную жизнь по ней. Ее нужно передать обязательно. Но это не происходит автоматически. Очень часто мы отцы считаем, ну, я-то показываю пример, я-то правильно живу, пусть он тоже в этом, он же это видит. Мы должны об этом сказать, мы должны об этом говорить своими детьми. Не только показывать, но и говорить. Уделять вот это время для детей. Ну, это, знаете, вот, сын христианина автоматически не становится христианином. Как ролики, которые заперли в гараже, досчитали до десяти, открыли гараж, они остались роликами. То есть так же и с детьми. Не значит, что наши дети автоматически станут христианами. Их нужно воспитывать христианами и передавать эти истины. Ну, и теперь вот такие выводы. Во-первых, отец должен понимать свою позицию, свою обязанность в семье, и ему необходимо время для детей. Вот одна такая ситуация. Женщина описывала, как ее сын долго упрашивал отца взять его с собой на рыбалку. Ну, отец там то отмахил, говорит, ты еще маленький, то ему там друзья мешали, потому что он с друзьями едет, ты еще маленький с нами ехать. Ну, в общем, не брал с собой на рыбалку. И вот однажды его сын уговорил, они с отцом поехали на рыбалку, целый день там рыбачили, вечером возвращаются, и пока отец там складывает эти все удочки в своем джипе, с Настей всевозможной, сын выскочил из джипа, бежит к маме и говорит, мама, ты представляешь? Вот мы с папой рыбачили, мы рядом стояли, мы ни одного слова не сказали друг другу, потому что надо тихо рыбачить, чтобы рыбу не распугать. Мы просто стояли рядом, ты представляешь, как это было здорово, мы были рядом с папой. И убежал, значит, дальше играть, потому что, ну, надо там перед братиком похвалиться, еще там свои дела закончить, которые уже вечером надо делать. И тут, значит, идет его отец с этими всеми удочками там, подходит к жене и говорит, слушай, представляешь, вообще день совершенно бездарный, ни одного контракта, ни одного заключенного там договора. Стоял, как идиот, с этой удочкой. И ни о чем даже не поговорили с сыном. День пропал зря. Вот одно и то же событие с двух точек зрения. Детям очень важно то время, которое они проводят с отцами. Это важно помнить. Настоящий отец должен просить Бога проводить работу в своем сердце. Ему необходимо вот это Божье прикосновение. Потому что если не будет отношений у отцов с детьми, земля будет проклята Господом. И настоящий отец должен стойко защищать свою семью, как лидер-служитель, побеждая страхи и неудачи. Ему необходима твердость его сердца. Конечно, это сложно быть отцом. Но здесь нам важно помнить поддержка Бога, она всегда с нами. И хочу вам рассказать про такого одного американского человека. Такой короткий пример, что неудачи не должны нас сломать. Знаете, какой Авраам Линкольн? Мы можем наблюдать его портретик на бумаге, на которой написано US dollar. Так вот, когда ему было 32 года, Линкольну, его уволили с работы. В 34 года у него закончились все сбережения, которые были в банке, и его объявили банкротом полностью. Все. У него не осталось никаких средств существования. Когда у него исполнилось 35 лет, у него умерла невеста, на которой он собирался жениться. Два раза он не избирался в палату представителей, в Сенат. Два раза он подавал свою кандидатуру на президенты, и его не выбирал народ в президенты. Тут мы вчера говорили про Эдисон, а сегодня давайте поговорим о Линкольне. Мы его считаем неудачником или нет? Представляете? В 32 его уволили, в 34 обанкротился, в 35 умерла невеста, два раза не избирался в Сенат, два раза не избирался президентом. Он неудачник, скажите. Если знать его будущее, то до этого времени неудачник. Неудачником его не знаешь, потому что он добился своей цели. Правда? Да. Он добился своей цели. Вот точно так же и мы. Мы можем падать. И у нас будут падения. Будут сложности, будут ошибки, будут проблемы. Но нам важно достичь той цели. Привести следующее поколение, которое будет жить после нас, к истине. Показать эту истину. Привить им эту истину. Чтобы когда мы предстанем перед Богом, Он сказал, хорошо, мой добрый и верный служитель, проходи в мои покои. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok